сегодня 30 апреля всем привет вчера вы завезли опилки вот такое количество маленький японский грузовичок но он был очень широкий и с высокими бортами поэтому вот такая кучка купили еще известь взял 20 килограмм в каждой мешочке по два килограмма и здесь комковая не гашеная придется гасить ее что-то на нашем рынке нету нормальный из чистого сыпучий пришлось брать вот это ну и взял мешок цемента 400 здесь 50 килограмм и так алгоритм действий такой вот с этой кучи берем насыпаем мешок опилок несем его поближе к домику вот сюда где вишня высыпаем вот на это место добавляем цемент ну наверно около литровой банки примерно на мешок и разводим известь гасим ее и ей же вместе с тем как выносить ее в опилки будем ею также сразу же и увлажнять эти опилки все это потом перемешиваем складываем мешки и поднимаем наверх на чердак дальше уже будем засыпать вот такой мешок вот такого размера мы будем заполнять почти что до верха оставлять место для того чтобы можно было завязать его на удавку на веревку и поднимать вверх ну а дальше посмотрим как будет сейчас будем гасить известь никогда этого не делал как написано в инструкции берется пропорции один к одному у нас здесь два килограмма извести мешки вот она я думаю так все высыпаю ведро и заливаю пол ведром воды ждем пока пойдет реакция потом размешаем и можно уже будет использовать пробуем пошла реакция что-то как-то вяленько идет здесь такие камни это на известь то как будто не похоже будем ждать ну вот приключился такой конфуз сейчас прочитал что и здесь гасится 24 часа а лучше до 36 часов вы держите и времени нету ждать это хотя он камни то разваливаться сейчас попробуем другой способ в общем это пускай стоит как мне тут подсказали ее нужно заливать горячей водой и можно уже использовать достаточно быстро начинать сейчас кипятим воду на костре и попробуем ее в кипяток бросить посмотрим что получится поставил воду греться сейчас как закипит ну или станет хотя бы очень горячий попробую туда вкинуть вот еще два килограмма и здесь посмотрим какая здесь реакция будет над пока разводил костер ставил кастрюлю подошел а здесь уже вот такая вот петрушка вроде как растворяется может этого мне будет достаточно но такие камни может это просто камни не знаю общем пускай стоит как стоит сейчас с горячей водой попробуем эксперимент ну вот прошло наверно минут двадцать уже к костер разводил вот у нас здесь такая реакция происходит ведро горячая стала ну потихоньку растворяется наверное я не думаю что я буду ждать 24 часа потому что сегодня решил работать засыпать этот чердак опилками поэтому часу здесь растворится посмотрим заодно у школе развел костер как там будет реакция происходить с горячей водой но будем сегодня засыпать однозначно но что-то шибко густая как сметана она надо воды будет еще добавить но так в принципе час если все таким образом будет далее растворяться она видимо и будет сейчас еще приготовлю посуду засыплю и пускай стоит ну реально работает так а у нас там пока вода закипает сейчас следующую партию сделаю но вода у нас почти что уже закипает ждать не будем пока начнут бурлить сейчас выкинем в горячую воду и звездку посмотрим насколько есть быстро будет процесс происходить вот здесь как кипит ну собственно разница никакой нету скорее всего также придется подождать на 15-20 она растворится чуть-чуть остынет можно будет ее еще раз до развести это слишком сильно консистенция получается но если начнем уже с опилками работ в общем прошло еще 10 минут вот такая у нас сметана получилось в опилке литья такое не буду потому что она не будет лица разведемся с еще на раза в два или в три чтоб альпилки можно было пролить этим и все вот интересный момент кастрюлю же стали сняли с огня вот горячей воде вот такая реакция с и здесь у происходит стоит сама по себе кипит холодной воде конечно все было по-другому вот она уже вся растворилась в общем по итогу поскольку я первый раз все это делал теперь я точно знаю что лучше всего заливать кипятком ну или вот так вот на костре нагревать воду и гасить известь варианты побыстрее получается и так вот здесь два мешка опилок сейчас добавляем известь добавляем цемент все это перемешиваем укладываем обратно мешки поднимаем наверх и засыпаем полости на крыше а 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 Играет музыка Вот наши мешочки уже наверху Получилось 5 штук Сейчас мы начнем сюда укладывать опилки Играет музыка Играет музыка Получается вот такая вот плита Плита утепления Все делают по-разному Я делаю так Для меня важно, чтобы в доме было тепло И не заводилась всякая гадость Сверху потом можно будет еще Пролить известкой Сейчас будет сохнуть Сюда вошло Вот в эту часть 5 мешков Ну вот можно представить Сколько еще нужно Замесов сделать Продолжаем работать Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Закончил я работу по утеплению потолочного перекрытия чердака Вот такая картина получилась Вот если учитывать жилую площадь домика Не считая веранды 16 квадратов Вот на эту квадратуру наверх у меня ушло 30 мешков опилок 100 килограмм цемента И 20 килограмм извести Тот метод, которым я вносил известь в опилке Он мне не нравится Потому что он малоэффективный Вручную перемешать Такой объем И до однородной массы Проблематично Поэтому Я сейчас разведу известку И из лейки сверху еще пролью все Вот это дело Всю площадь Хуже не будет Тем более немножко осталось Остатков из лести хватило Вот на один пролет На одну нишу Вот пролил так Как пролил Оно впитается В общем все Оставляю так Считаю работу Оконченной Я так считаю Самый большой масштаб был выполнен Все засыпали Ну а по поводу Работоспособности Метода такого утепления Покажет время Поэтому будем наблюдать Смотреть В течение лета Буду залазить сюда И проверять Не завелись ли здесь Нежелательные соседи Это вот остатки камней Выкинул сюда В общем если же Нежелательные соседи Не заведутся За лето Ну можно считать что Все это дело Работает на 100% Ну а вообще Цемента как бы Немало сыпалось Не думаю что Муравьи там И всякая гадость Выберет для себя Такое место жительства Ну в общем посмотрим Всем пока Буду делать следующий ролик